Когда-то отложив учебники и ученические тетради, сельский учитель Изаул Алибердуковский Салих Габидович Джамбеков ушел на фронт, чтобы дать своим воспитанникам самый главный урок – урок жизненной стойкости и мужества. А сегодня его родная школа, которую он возглавил после войны, удостоилась честь носить его имя. Об учителе в солдатской шинели расскажет Фатима Даурова. Весть о нападении фашистской Германии застала Салиха Габидовича Джамбекова у школьной доски. С самых первых дней сельский учитель оказался в рядах Красной Армии. Пройдя немало фронтовых дорог, он застал победу в Берлине. За решительность, храбрость и отвагу в боях младший лейтенант Джамбеков был награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями за освобождение Варшавы, за взятие Берлина, за победу над Германией и был отмечен четырьмя благодарностями верховного главнокомандующего Сталина. Все данные, документы и фотографии, нагрудные знаки отличия, касающиеся биографии почетного земляка, были собраны учителем географии Мариной Джамбековой и ее учениками в одну экспозицию, с которой каждый гость мероприятия мог ознакомиться лично. Начиная от свидетельства о рождении, автобиографии, все личные достижения. Даже у нас есть такой очень важный документ, выписка из приказа о назначении директором есть, сохранился. Штатное расписание школы тогдашнее сохранилось. Вот очень много интересного и богатого материала. Среди всех собранных документов и бумаг есть и уникальные. Сейчас у меня на руках тетрадь из личного архива Салиха Габидовича. Здесь учительским каллиграфическим почерком собраны имена и фамилии всех односельчан, которые ушли на фронт. Этот список он собрал уже будучи тяжело больным на склоне лет. Говорят, он писал левой рукой. Левой, потому что из-за болезни правая уже не слушалась, но военная выдержка офицера помогала не оставлять любимое дело. Послевоенный учитель. Кто же он? Образец подражания, лидер, человек, обладающий самыми высокими жизненными качествами. Таким был и Салих Габидович Джамбеков. Ему приходилось учить детей в тяжелых условиях. Занимались в несколько смен. Не хватало бумаги, топлива. Зимой в классах было так холодно, что замерзали чернила. Занимались в пальто и валенках при свете керосиновой лампы. Но даже в таких условиях он мотивировал детей учиться и помогал обрести веру в себя. Как хотел он, чтобы все дети учились хорошо и выходили в люди. После окончания школы он сам лично устраивал в разные учебные заведения детей. Был рад успехам каждого. На торжественном мероприятии при своении заслуженного имени участвовали представители администрации и отдела образования района, учителя и земляки Салиха Джамбекова, его родные и близкие. Выступающие отмечали важность знакового события. Став одним из основателей системы образования в районе, Салих Габидович задал высокую планку для последующего поколения учителей. Я считаю, что это достойнейшее мероприятие. В школе присваивается сегодня имя первого директора этой школы Джамбекова Салиха Габидовича. Война, гражданина, человека. Человек, который сделал очень многое, который проделал очень много положительного, очень много результативного в плане становления этой школы. Это высочайшая ответственность, высочайший план конравственности для всех наших детей и всего педагогического коллектива. Думаю, мы с честью и с гордостью будем прославлять имя этого замечательного и достойного человека своими свершениями и поступками. Салих Джамбеков был верен человеческому и профессиональному долгу. Он воспитал и обучил не одно поколение аульских детей, которые до сих пор добром вспоминают первого учителя. Его профессиональное наследие очень гармонично дополняется личным. Дети, внуки и правнуки не подвели устоев своего родителя. Каждый из них занял достойное место в жизни. А сегодняшний праздник украсил танец Джамбекова Анзора, правнука Салиха Габидовича, который сейчас учится в стенах той самой школы, возрожденной когда-то прадедом. Фатима Даурова, Расул Бердеев, Вести, Карачаево, Черкесия.